Это программа «Время жить» и я ее ведущая Наталья Киреева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о репродуктивном здоровье женщины. Мы попытаемся выяснить, какие факторы влияют на эту самую главную функцию женского организма. Сегодня в выпуске. Аборт, как он есть? Что происходит с организмом женщины до, во время и после прерывания беременности? Постабортный синдром, откровенный разговор с психологом. Они сделали свой выбор. Истории женщин, которые не испугались ответственности. Операционный блок перинатального центра. Идет подготовка к плановой операции кесарево сечения. Роженица – опытная мама. Ее предыдущий ребенок появился на свет при помощи такой же операции. Но женщина все равно волнуется. Операционная бригада во главе с хирургом подбадривают как могут. Эпидуральная анестезия и врачи приступают к излечению ребенка. С момента первого надреза до появления малыша на свет прошло чуть более пяти минут. Окажется, будто целая вечность. Вот он, самый счастливый момент в жизни каждой женщины. Вот она, девочка наша, куколка. Соединившись вместе, две клетки становятся единым целым. Зарождается новая жизнь. Сейчас трудно представить, во что превратится эта бесформенная масса. Но уже через 20 дней здесь будет биться сердце. А через 12 недель малыш будет полностью сформирован. Именно на этом сроке происходит самое большое количество абортов. Аборт, искусственное прерывание беременности, проводится на ранних сроках, до 12 недель или раньше. В некоторых случаях по состоянию здоровья женщины или при выявлении у ребенка дефектов развития, процедура проводится на более поздних сроках. Когда маленький человек в утробе матери уже готов к рождению. Все чувствует, живет. По официальным данным, в России совершается от 1,5 до 3 миллионов абортов в год. А значит, 6 из 10 беременностей будут прерваны. В этой операционной врач проводит гистероскопию. С помощью оптического прибора гинеколог обследует внутренние органы пациентки и устраняет патологию. В том числе хирургическим путем. Манипуляция очень похожа на прерывание беременности. Принципиальное отличие – при гистероскопии врач спасает жизнь женщины и ее будущих детей. При аборте все происходит с точностью до наоборот. Гистероскопия проводится либо с диагностической целью, также у женщин с бесплодием для исключения, да, какой-то внутриматочной патологии. Также гистероскопия лечебная, хирургическая, да, при удалении какой-то внутриматочной патологии, полип субмукозных узлов. А аборт – это процедура направлена на предотвращение беременности. Врачи, для которых проведение аборта – обычная штатная ситуация, свое отношение к этой операции не скрывают. А ваше личное, как женщина, отношение к операции аборта? Тоже отрицательное. Сейчас достаточно методов контрацепции, чтобы не допускать до проведения аборта. По этическим соображениям мы не будем показывать процедуру аборта. В интернете достаточно откровенных материалов на эту тему. Мы обратимся за пояснением к специалисту. Врач-гинеколог Людмила Евсикова уверяет – самый страшный враг женщины – невежество. Тотальная безграмотность в вопросах планирования семьи приводит к катастрофическим последствиям. Многие женщины считают аборт приемлемым методом контрацепции. Большинство женщин, которые приходят уже на аборт, и первый вопрос, которым мы задаем – какая контрацепция была, чем вы предохраняетесь? Они говорят – мы не предохраняемся. А по какой причине? Они сами не могут ответить. По какой причине? Просто вот такая вот безответственность в постановке вопроса, вот жизненно важного вопроса. Хирургический аборт – операция, которая проводится вслепую. Врач совершает манипуляции, доверяя опыту и профессиональной интуиции. Риск совершить ошибку очень велик. Втожжение в организм женщины не проходит бесследно. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на инструменты для проведения аборта. Это набор для производства аборта. Он стерильный. Петлеобразные ножи, кюретки, щипцы и прочие приспособления служат не спасению жизни, не улучшению здоровья, а безжалостному уничтожению. Впрочем, на операционном столе может закончиться жизнь не только ребенка, но и самой женщины. Травматическое повреждение матки, которое может привести к травме не только самой матки, но и к тем органам, которые окружают ее. Это кишечник, это мочевой пузырь. И, естественно, в дальнейшем может развиться и септические осложнения, которые могут привести к смерти женщины. Организм забеременевшей женщины начинает готовиться к рождению новой жизни уже с момента зачатия. Насильственное прерывание этого процесса чревато осложнениями почти для всех систем женского организма. При аборте происходит удар по всей гормональной системе женщины, о которой я уже говорила. И такая женщина, во-первых, не сможет забеременеть. И даже если она сможет забеременеть, то в этом сроке, как правило, происходит прерывание беременности. И лечить такое бесплодие чрезвычайно трудно. На ранних сроках беременности до 6 недель на обдумывание и принятие решения у женщины есть 48 часов. На более поздних сроках до 12 недель дается так называемая неделя тишины. По закону гинеколог не имеет права настаивать на проведение аборта, если женщина не проконсультировалась с психологом. Те, кто решил избавиться от ребенка, попадают сюда, кабинет до абортного консультирования. Прием у психолога Светланы Исаевой больше похож на исповедь. Женщины доверяют ей самое сокровенное. Вместе они пытаются получить ответ на главный вопрос – рожать или не рожать. Самая важная причина – это материальные проблемы. Сейчас это ипотеки, кредиты и так далее. Также очень важная причина для каждой женщины – это неблагополучная обстановка в семье. Главная задача психолога – помочь женщине сделать правильный выбор, проанализировать причины, почему так получилось и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию. Бывает, женщина хочет родить, но муж против. Тогда специалист проводит семейное консультирование с обоими супругами. Самый приятный момент в работе психолога – когда женщина, родившая ребенка, приходит на прием, чтобы сказать спасибо. Долго мы беседовали, решали. Видно было, что сомнения есть, хотелось родить второго ребенка. Но все-таки на повторном консультировании женщина взяла согласие на аборт. Я, конечно, была очень расстроена. Но прошло полтора года, и эта женщина пришла ко мне на прием с малышом. Несмотря на то, что она взяла согласие на прерывание беременности, она сохранила малыша. Вы не представляете, сколько было у меня счастья. То есть я увидела эти глаза, длиннющие ресницы, счастливые глаза вот этой девчушки и мама. И вы знаете фраза, которая слышна из уст каждой мамы, которая сохранила малыша. Я не представляю, как я раньше без него жила. Постабортный синдром – этот термин хорошо знаком специалистам. Очень точно описывает состояние психики женщины, которая все-таки решилась на аборт. Эти детки иногда снятся. И мама очень часто ловит себя на мысли, что она думает, а сколько бы ему сейчас было. И что бы было в моей жизни по-другому, если бы я все-таки оставила этого малыша. Очень часто семьи, в которых женщина делает аборт, разрушаются. Это статистика. И простить себе этот поступок женщина на уровне подсознания не может. В любом случае аборт – это убийство. Лучшая награда для психолога – спасенная жизнь. И уже не важно, ценой каких усилий и маме, и специалисту эта победа достается. В эти два месяца было сохранено пять малышей. Может быть, это небольшая цифра, но на самом деле это огромная радость. Пять новых жизней появится. Ирина Кузнецова хорошо помнит тот день, когда впервые пришла в кабинет психолога. Год назад ей пришлось в экстренном порядке решать, оставлять или не оставлять ребенка. Сначала вообще были просто в шоке, конечно. Было даже никаких эмоций, что пришли. Ну, пришли просто, даже пришли, чтобы посоветоваться, пообщаться. Потому что не знали, делать аборт или нет. Может, даже где-то подсознательно хотели оставить, но нужно было, чтобы нас подтолкнули и одобрили, и вот направили. Организм ли сможет выносить вторую беременность подряд тяжело? И возраст тоже все-таки, и в материальном плане тяжело все-таки в наше время, четвертый ребенок. Времени на обдумывание не было. Срок был серьезный. Но Ирина прислушалась к мнению психолога и сделала, как она считает, единственно правильный выбор. Теперь в ее семье уже четверо детей. Не надо отчаиваться. Да, это тяжело. Если даже ты одна, это тяжело поднимать ребенка. Но все, все, все беды, все эти, как сказать, все трудности можно преодолеть. И найдутся люди рядом, которые помогут. И даже не боятся обращаться за помощью. Потому что дети, такое счастье потом, когда ты его держишь на руках, когда он тебе улыбается, когда у него там зубки эти блестят, маленькие, хорошенькие, ручки он к тебе тянет. Это такое счастье. Я один у мамы сына, нет у мамы дочки. Казы маме не помочь, постирать лоточки. Мыло пенится в корыте, я стираю, посмотрите. Юлия Вишневская, многодетная мама. С мужем воспитывают троих детей. Старшему Егору 5 лет, двойняшкам Тане и Коле 10 месяцев. Хомка, хомка, хомячок, полосатенький бочок. Хомка раненько встает, шейку лоит, щечки трет. Кормление, купание, гимнастика и массаж. В перерывах развивающие занятия со старшим сыном. Все как у всех. Но идеальная картинка рассыпается, как карточный домик. Стоит Юле вспомнить свою вторую беременность. Год назад она чуть было не лишилась собственных детей. Во время очередного обследования медики заподозрили у одного из двойняшек отклонение в развитии. О чем тут же сообщили будущей маме. Он говорит, ну смотри, там ребенок больной, вдруг что-то там вот как-то не так пойдет. Потом то, что у меня в очередной раз открылось кровотечение, говорит, ну скорее всего у тебя будет замершая беременность. Вот тот ребенок, который больной, скорее всего будет замершая. А другого, ну то есть он там останется, говорит, как бы мунифицируется. А другого ребенка мы будем сохранять. Я говорю, как это так? То есть, да, мне, конечно, было вот это вот. Тогда вот я даже сейчас вот не могу те эмоции вспомнить. Было очень, конечно, тяжело. Врачи сразу же предложили Юлии сделать аборт. Но молодая мама проявила упорство и отказалась прервать беременность. Как оказалось, правильно сделала. Медики ошиблись, но выяснилось это только после родов. Юля говорит, об аборте не думала ни секунды. Была настроена принять ребенка таким, как есть. Даже с самыми тяжелыми патологиями. Ну, как бы я вот подумала так, то, что ребеночек мой, он ни в чем не виноват. То, что если даже был бы такой диагноз, какой бы он ни был, я бы его все равно любила. Материнская самоотверженность была награждена сполна. На свет появились абсолютно здоровые малыши. Сейчас Юля пытается предостеречь других мам от совершения ошибки. Я считаю то, что, что врач не сказал, там какие-то, ну, во-первых, надо рассчитывать на свои силы. И если как бы ставятся даже какие-то такие вот вещи, то, ну, ребенок-то он ни в чем не виноват. Это твоя крошка, это твоя кровиночка, какой бы он ни был. Вы смотрели программу «Время жить». Всего доброго и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова